Детское радио представляет Сказки народов мира Что прячет лепрекон Ирландские сказки На краю огромного океана, на большом изумрудном острове С давних времен живут маленькие человечки-лепреконы Каждый лепрекон носит зеленые штанишки, зеленую жилетку Зеленую курточку и такую же зеленую шляпу Прячутся лепреконы в высокой траве, подальше от людских глаз Множество волшебных историй знают они И если повезет вам встретиться с лепреконом То он непременно расскажет одну из них Например, вот эту Король птиц Наверняка вы хоть раз встречали маленькую шуструю птичку Которую называют крапивником Несмотря на то, что величиной она даже меньше воробья Крапивник считается королем птиц Но говорят, что титул короля крапивник получил с помощью хитрости Давным-давно, а когда и не припомнить Решили птицы выбрать себе короля Каждая птаха пыталась доказать, что именно она достойна этого почетного звания И очень скоро между птицами разгорелась настоящая ссора Наконец, старая мудрая ворона сказала Видно, сами мы никогда не сумеем договориться Поэтому пусть короля птиц выберет Птица на ирландском языке Эн Больше всего в окруженной морем Ирландии, конечно же, чает Но есть одна птица, которую сами ирландцы считают особенной Это лебедь, Элла Он часто встречается в ирландских мифах и сказках А еще у ирландцев есть свой вариант поговорки про синицу в руках Звучит он так Лучше одна птица в руке, чем пара на ветке Птица Эн Уставшие от ругани птицы согласились с этим предложением И все стали слетаться в Денигол, где жил этот святой Вскоре все долины и холмы, ручьи и даже озера были покрыты птицами Когда Кольм Килл вышел из своей маленькой хижины, он увидел бескрайний пестрый ковер из птиц «Для чего вы здесь собрались?» – спросил он «О, великий святой! Уже очень давно мы пытаемся определить самого лучшего среди нас!» – зашумели пернатые «Помоги нам выбрать короля! Мы подчинимся любому твоему решению!» Кольм Килл окинул взором собравшихся со всего света птиц, а потом молвил Пусть королем станет тот, кто сможет взлететь в небо выше всех Небо по-ирландски – сперь В старину ирландцы часто смотрели на небо, пытаясь узнать, какая будет погода Вот в какие приметы они верили Если коровы ложатся посреди поля – к дождю Если собака поела травы – погода испортится Если малиновка села на верхнюю ветку – день будет хорошим А еще говорят «Глинан кротах! Ну а рявин муровань сосперь!» Краншнеп кричит, когда в небе дождевые тучи «Небо! Сперь!» Птицы обрадовались и согласились, что это мудрое и справедливое решение И вот святой поднялся на холм и взмахнул рукой По его сигналу птицы взвелись вверх и стали устремляться все выше и выше, заслоняя своими крыльями небо Через некоторое время люди, которые наблюдали за этим состязанием, увидели, как от стаи отделилась первая птица и рухнула от усталости на землю Затем другая, потеряв силы, приземлилась на траву, потом третья и так все, одна за другой Пока, наконец, в небе не осталась одна единственная птица, которая все еще парила в вышине Это был орел Он упивался своей победой Но из тщеславия он хотел всем показать, что способен и не на такое И стал орел взмывать еще выше и еще И так он поднимался над облаками к самому солнцу, пока силы не покинули, наконец, и его Он уже не мог взмахнуть крыльями и подняться даже на один дюйм И вот орел замер в воздухе, гордый своим полетом и уверенный, что на землю он опустится королем птиц И вдруг с его спины взлетел маленький крапивник, который все время прятался в перьях орла Крохотная птаха поднялась вверх еще на один фут Фут по-ирландски – трой Сейчас Ирландия почти полностью перешла на привычные нам сантиметры и метры Но рост до сих пор меряют футами Один фут равен примерно 30 сантиметрам О высоком человеке говорят В нем полных шесть футов Попробуйте сосчитать, сколько это в сантиметрах Фут – трой Святому Кольму Киллу пришлось сдержать свое слово И пожаловать королевский титул маленькому хитрецу Но он был так разгневан на крапивника за обман, что наложил на него проклятие Больше никогда не взлетать выше, чем он поднялся в тот день над орлиным крылом Из того самого дня и по сию пору Крапивник перелетает с куста на куст С одной изгороди на другую Но никогда не взлетает над землей Выше человеческого колена Повторяем, запоминаем Сегодня вы узнали, как по-ирландски звучат слова Птица – энн Небо – сперь И фут – трой Сказки народов мира Что прячет лепрекон Ирландские сказки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин